Добрый вечер, в эфире общественное российское телевидение. Здесь и сейчас. Министр иностранных дел России Игорь Иванов в Швейцарии выдвинул важные инициативы по разоружению, а также обсуждал круг вопросов взаимоотношений России и Швейцарии. Но волей судеб главная тема, которая интересовала всех, это Павел Бородин и его дело. Пока там идут политические переговоры, хотелось разобраться в сути. Здесь и сейчас с нами на связи с Женевы прокурорка Антона Женева Бернард Бертаса. А со мной в студии следователь по делу Мобитекс Руслан Томаев. Руслан Сагаипович, пока мы с Женевой, один вопрос. В день ареста Павла Бородина вы заявили, что это, скорее всего, ошибка компьютерная. Вы так продолжаете считать? Не совсем так я сказал. Я на этот вопрос смотрел в перспективе на будущее. То есть, что перспективы этого дела нет? Совершенно верно. Я не вижу судебной перспективы этого дела. То есть, сейчас вы свою точку зрения не изменили? Совершенно верно. У нас, собственно, на вашем месте был генеральный прокурор, господин Устинов. И он сказал, что по делу Бородина у российской прокуратуры, у него лично очень много вопросов к швейцарской прокуратуре. Ну, видимо, у вас общие вопросы. Какие у вас есть вопросы к ним? По делу, который я расследовал, так называемое дело Мобитекс, у меня к швейцарской стороне никаких вопросов нет. Я считаю, что я его расследовал полно, объективно и принял законное обоснованное решение. А вообще? А у моих коллег в Швейцарии есть другое дело, так называемое дело по фирме Мерката. Так. И в данном случае, на данном этапе, мы помогаем швейцарским коллегам в расследовании данного уголовного дела. Ну, прокурор Женева, господин Бертаса, который, собственно, занят этим расследованием, сейчас с нами на связи из Женевы. Может, вы тогда ему зададите вопросы прямо напрямую? Да, я думаю, будет неплохо. Добрый вечер, господин Бертаса. Со мной наш старший следователь по делу, господин Томаев, он сейчас вам пару вопросов задаст, если вы не против. У нас с вами продолжается взаимодействие по делу, который находится у вас в производстве, так называемое дело в отношении фирмы Мерката. Хотел бы спросить, мы закончили почти выполнение третьего, так называемого, международного следственного поручения, и у нас готовые документы, вот в этой части, промежуточные. Как вы смотрите, если эти документы для быстроты, в пользу дела, мы будем направлять не почты, а я вам сам их доставлю в ближайшие дни и лично вручу? Я благодарю российские власти за оказание нам помощи в этом расследовании, но я должен повторить, что самое главное для нас, это допросить господина Бородина, чтобы он подал объяснение, по какой причине он получил от швейцарских компаний несколько десятков миллионов долларов в рамках контракта, который он подписал с этими предприятиями от имени правительства Российской Федерации. Самое важное в этом деле, мы должны объяснить себе, каким образом высокий чиновник, высокий воскопоставленный российский чиновник получает от швейцарских компаний, которые в связи с контрактами, которые заключались от имени Российской Федерации, получают крупные суммы денег, перечисленные на его личный счет. Как вы знаете, дело Мобитекса в Российской Генеральной Прокуратуре закрыто, и, собственно, я так понимаю, что Российская Прокуратура обращалась к вам с просьбой дать доказательства существования счета Бородина. Почему вы не согласились их предоставить? Собственно, следствием вашей неготовности было закрыто дело, и поэтому теперь, как бы вам этого не хотелось, это дело и стало в некотором роде политическим. Видите ли, я думаю, не стоит здесь играть словами. Российское правосудие прекрасно знает и прекрасно осведомлено у него, есть для этого достаточно документов, что господин Бородин получил от двух швейцарских фирм, которым он заказал работы для правительства России, и известно, что российским своебедным властям известно, что была получена крупная сумма нескольких миллионов долларов. И, соответственно, если российские власти считают, что в России это нормально для высокопоставленного чиновника получать взятки, то здесь мне нечего сделать. Единственное, только я должен преследовать те преступления, которые совершали, те правонарушения, которые были совершены в Швейцарии. Вы в самом одном из интервью, господин Бертаса, сказали, если нам докажут, что деньги пошли на пользу России, а не господина Бородина лично, то это может изменить нашу оценку. Собственно, мой вопрос, вы так уже обвиняете легко Бородина, а как же презумпция невиновности? Почему он должен доказывать вам, что он невиновен? А может, он действительно невиновен? Вы же должны доказать его вину сначала. Видите ли, мне не хотелось бы давать интервью по поводу причин, в силу которых мы считаем, что вина господина Бородина достаточно доказана сегодня, чтобы оправдать его задержание. Я таким образом выдам служебную тайну, если бы я рассказал вам о тех сведениях, которыми мы располагаем. Я хочу повторить всего лишь, что господин Бородин не мог бы потребовать приехать для дачи показаний в Швейцарии, чтобы быть немедленно освобожденным. И поскольку до последнего времени господин Бородин в прессе, по крайней мере, утверял, что у него нет никаких счетов в Швейцарии, а это не так. Я хочу добавить к этому, что господин Бородин вполне может быть заслушан швейцарским судёй, ему достаточно только согласиться на свою выдачу. И как любой человек, который подозревает в совершении какого-либо правонарушения, он будет заслушан в связи с нашим процессуальным кодексом за то правонарушение, которое было совершено на территории Швейцарии. Я хотел бы спросить разрешение один вопрос задать и два слова добавить. Вот в последних газетах «Известия» сегодня опубликовано два интервью с господином Бертосом. В этом интервью в одном «Известиях» он сказал, что кроме Бородина по делу проходят должностные лица нашего государства намного выше его должностного положения. И ряд других моментов было отражено в этой газете. На следующий день вышла газета «Сегодня», где на вопрос, так ли это было, господин Бертос отвечает, что он вообще не давал газете «Известия» каких-либо интервью. В разговоре между нами вчера вы сказали, что да, действительно, вы интервью не давали, и нам непонятно, во что верить, в какой части давали вы интервью, в какой плоскости. Мне кажется, что между нами некоторые лица пытаются, кстати, вбить Клин и вызвать недоверие друг другу. Так ли это? Совершенно неизвестно это. Я давал интервью «Известия» по каким-то другим российским газетам. Правосудие – это является публичное, так сказать, учреждение, и обязано давать объяснение, если только речь не идет о сведениях, секретных сведениях, имеющих отношение к конкретному делу. Я не знаю, каким образом российская пресса подавала мои слова, потому что по-русски я не читаю. Единственное, что я мог бы сказать, и это вам уже известно, что другие лица, другие граждане России, которые в настоящий момент находятся в России, получали деньги от двух швейцарских компаний, о которых идет речь в этом деле. Спасибо большое, господин Бертаса. Руслан Загаревич, на мой взгляд, там довольно убедительно звучит все, что сказано. Перспективы этого дела, на ваш взгляд? Мне кажется, а это время покажет, я думаю, недолго осталось ждать, что дело, которое находится в производстве у моего коллеги Данеля Дево в Швейцарии, не имеет судебной перспективы. Я просто назову один момент. В ходе разговора я поинтересовался, какими методами добывает доказательство. То есть, поступление денег на счет Бородина, перечисление их на другие счета, кто их снимал, как они использовались и так далее. На этот вопрос мне мой коллега ответил, что это не наша проблема, мы эти вопросы не проверяем и это не обязательно. Без прослеживания всех этих форм, путей ухода денег, никогда дело у нас в России судебной перспективы не будет иметь. Спасибо большое вам, спасибо, исполнил Бертаса. Я думаю, что неквалифицированным гражданам, к которым я себя тоже отношу, совершенно трудно разобраться в этих тонкостях юридических. Надеюсь, что наша и швейцарская прокуратура все-таки найдут общее понимание, что такое справедливость в этом деле здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Продолжение следует...